Музыка Фильм о том, как я храню свои катушки Музыка Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и вы на канале Рыбалка с Дивером И темой сегодняшнего видео будут катушки Нет, точнее не сами катушки А чехлы, коробки, сумки В чем мы храним свои катушки? В чем мы их перевозим? Кто любит свои вещи, тот их, соответственно, и хранит Более бережно, для того, чтобы они прослужили как можно дольше Катушки, вообще, на самом деле, это такая вещь Которые много чего не прощают Они не прощают песка, они не прощают воды Они не прощают ударов Они не прощают безответственности, скажем так Поэтому сегодня речь пойдет именно о том В чем я храню и в чем я перевожу свои катушки Насколько это удобно и стоит ли тратить на это деньги Сегодня я вам покажу кофры, то есть чехлы для катушек От двух компаний Это Fisherman и Aquatic Почему же я решил в свое время приобрести и потратить деньги, скажем так На данные приспособы, то есть на эти кофры Сейчас я вам покажу, значит, свои коробки из-под катушек Которым уже очень много лет И вы, наверное, все поймете Вообще, на самом деле, я не рекомендую, крайне не рекомендую перевозить свои катушки Скажем, просто в сумках В каких-то пакетах Я не знаю, там, как Когда мы едем на рыбалку, на дальнюю, особенно, там, поездки, если дальние Там, в прицепе мы везем, там, или в машине, неважно То есть катушки нужно хранить или в отдельных сумках Скажем, ну, просто в упаковочных коробках Просто в отдельной сумке Она должна лежать сверху где-то Или мы должны их перевозить в каких-то ящиках В жестких Чтобы, допустим, у катушки не повредилась ручка Не разбился, скажем, какой-то фрикцион Просто корпус не повредился Катушки, на самом деле, не любят удары Не любят, повторюсь, песка и воды Но если песок с водой во время перевозки нам не страшны То именно удары крайне часто бывают Особенно, если мы положим данную сумку вниз И сверху придаем чем-то тяжелым Итак, друзья мои У меня есть вот очень древняя катушка Сонора 4000 Это, наверное, одна из моих первых катушек И вы видите, как уже все у ней потрепалось Катушка до сих пор в рабочем состоянии Идеальная Ничего у ней, скажем, не поломано Ничего у ней не испорчено Катушка в целости и сохранности И с ней ничего не произошло За столь большое время Почему? Потому что я их перевозил очень бережно и аккуратно В свое время, когда у меня не было кофр, скажем, чехлов под катушки специальных усиленных Я их перевозил именно в коробках Как же я их перевозил? Я брал простую клетчатую сумку Ну, дешманскую, которая везде продается Такая дешманская сумка Довольно-таки прочная Так вот, я ее полностью забивал своими катушками Катушек у меня, как правило, для поездок очень много Ну, давайте начнем Две джиговые, две троллинговые На сама там одну-две запасные Две почему? Как бы я вожу, потому что Ну, про запас То есть, если катушка сломается Я по-любому на рыбалку вожу по две А то и по три катушки Под определенный вид ловли На всякий случай Что-то у меня свой нос чешется Ой, у меня кошмар какой-то Так вот Я забивал эту сумку Своими разнообразными катушками Пытался убежать куда-то Битком я их, значит, забивал И эту сумку с этими катушками Я бережно клал в багажник Аккуратненько где-то сбоку Чтобы на нее ничего не привалилось Но ни в коем случае не в прицеп Ни в коем случае не в прицеп И так я перевозил свои катушки Довольно-таки долго Пока не случилась Определенная, скажем История, которая заставила меня Купить, значит, чехлы, кофры Там, я не знаю Какие-то определенные Приспособы, которые защитят Значит, мои катушки Что же случилось? Ну, во-первых, стали рваться мои коробки То есть они стали мягкие И уже функцию какую-то жесткую Они не держат То есть это, по сути, просто бросить в сумку Катушку И сверху на нее положить Грубо, коробку еще с катушкой То есть Таким образом Что может случиться? Мы можем повредить Самое важное Это лескоукладыватель Погнуть его И с одной катушкой у меня такое случилось Конечно, отдать это в ремонт можно Это отремонтируют Но все-таки беда случилась И я ее не отдал Я ее отложил Вот у меня был, кстати, биомастер Полутора тысяч Ну, короче, лайтовый какой-то Биомастер Двухтысячный, полутора тысячный Ну, не тысячный, по-моему Ей ловить можно Я ее ловлю Скажем, изредка Но она меня подбешивает Почему? Значит, потому что Когда мы лескоукладыватель закрываем После того, как лескоукладыватель Сам вот эта душка Сама как повредилась Сама леска, сама плетенка Не попадает на ролик лескоукладывателя Она остается на самой дужке Эта плетня И, блин, это реально подбешивает Потому что это приводит к каким-то Дискомфорту какому-то То есть Бесит, короче Рукою ее приходится поправлять Так вот, после этого неприятного случая Я стал искать себе Именно какие-то приспособы Какие-то ящики думать Отец у меня перевозит, допустим На дальняк В пластиковом Каком-то строительном ящике Там у него сверху ниша такая Он туда складывает катушки И причем он их Ну, просто Кладет, значит В эти В тряпочные мешочки О которых, кстати Мы тоже, наверное, сейчас поговорим Я расскажу, для чего они нужны Вот И он туда складывает То есть Без таких коробок Безобыкновенных Он просто складывает В мешочках В этих, значит Катушки туда Тоже как вариант Возможно Тоже как вариант Ну, это нормально Но Значит Во-первых Сам ящик получается Громоздкий Большой Хотя они, может быть В принципе разные Но у отца здоровый Такой ящик Трындец вообще И он получается тяжелый Потому что у него там Много чего Навальный Свинец там И что только нет И он неподъемный И если он даже рухнет По какой-то причине И Скажем Все это дело Развалится То катушки тоже, наверное Повредятся Короче Это не мой вариант И я искал что-то другое И я нашел вот такие Значит Кофры То есть Чехлы Не знаю Как это Приспособы такие Ящики, не ящики Как назвать Я не знаю Для хранения Именно катушек Они бывают разные Для одной катушки Бывают Для трех катушек Бывают Вот Тут я не знаю Тут у меня три катушки хранился Сейчас я поближе вам покажу Вот Есть еще взял Вот Тяжеленький Такой уже Побольше размером Чтобы вам было понятно Да Вот Как-то так То есть Они Ну Разного размера Бывают Сюда Влазит Сейчас не помню Сколько мне даже поместилось Я вам покажу Очень важно Что у этих Вот Это от компании Fisherman Кофры Называются В принципе Можно в интернете Забить чехлы для катушек От Fisherman Или просто чехлы для катушек То есть Не конкретно Привязываются к Fisherman У данной фирмы Чем мне понравилось У Fisherman У нее Вот эти боковины Они не то металлические Не то пластиковые Наверное металлические Очень прочные И на них По сути Можно Плясать Они не проваливаются Не проминаются Они не повреждаются Единственное У них сверху Значит И снизу Нет такой защиты Но если сделать Такую защиту То просто будет металлический ящик То есть в принципе Нам достаточно Ребра жесткости У нас есть ребра жесткости Что позволяет Не деформироваться Данному кофру И соответственно Не повредить То что у нас Лежит внутри Еще одна Кофра Я не знаю Да Или это уже сумка Под катушки Это вот такая Уже сумище Сумище По сути От компании Акватик У нее К сожалению Боковины Все мягкие Но довольно Такие Такие В принципе Жесткие Но мягкие Они не металлические И они Проминаются Вот У этой У данной сумки Есть определенные Плюсы И есть Определенные Минусы И сейчас Я вам расскажу О плюсах Кофр Значит От Фишермен И Расскажу О плюсах Значит Такой сумки От компании Акватик Ну и соответственно О минусах Еще раз Повторюсь Что очень важно Не повредить Сам лескоукладыватель Это очень важно Итак Друзья мои Значит Вот Кофр От Фишермен Поменьше Ну Паралончик Вы наверное поняли Почему я сюда сверху кладу Да Просто вот какой-то у меня был Из-под чего-то Я даже не помню Вот Для того чтобы Из-за того что здесь Ну Мягкая Крышка Да Скажем так По сравнению со стенками Стенки жесткие А крышка И дно маленькое Поэтому я Кладу поролончик Какие-то поролончики Скажем там Любые Чтобы как-то еще более-менее Обезопасить Итак Вот в такой кофр Влазит три катушки Довольно-таки Немаленькие То есть Это у меня силовые И большие катушки Одна значит Джиговая Кстати данная катушка От Dragon По-моему Да От Dragon Очень классная Катя Легкая Облегченная Вообще Я смотрю Сейчас очень модно Делать облегченные катушки И скажем Вот такого плана Шпули Практически Сквозные И дырявые Они сейчас Очень модны О кстати Храню А фрикцион Смотрю сейчас Затянут Храните кстати Друзья мои Катушки В расслабленном Таком состоянии Чтобы фрикцион Был расслаблен Это нужно для того Чтобы фрикцион Служил вам правильно И долго Следующая катушка У меня здесь лежит Такая довольно-таки Большая И внушительная Это Акума Кулдватер Моя любимая катушка Для троллинга Это Кулдватер 354 Низкопрофильный Это офигенно Силовая катушка Но в то же время И данной катушкой Можно даже Побросать Какие-то тяжелые Приманки Тяжелые джиги Там или джерки Я не знаю Но я ее использую Именно для Ловли Троллингом Она очень быстро Выматывает Приманку И Да Она очень мощная Она имеет счетчик В футах Но у меня без разницы По поводу счетчика Могу сказать Что Счетчик На самом деле Для меня Это Ну своего рода То есть я Допустим У меня есть Мультиколор Намотан На шпулю Или допустим Если это не мультиколор Я на берегу Руками Значит Приблизительно Отмеряю Значит там 30-50 метров Маркером Делаю пометки И Значит После размотки Я смотрю Значит Первая разметка 30 прошла Смотрю Сколько здесь У меня Значит На счетчике Не важно Футы это Или метры Потому что Счетчики Показывают Неправильно То есть вы можете Сами проверить То есть метраж Будет показан Неправильно Это будет Почему неправильно Потому что Многое зависит От того Сколько у вас Намотано На шпуле И от того Какой толщины У вас Намотана Скажем Плетенка Или там Монофильная леска На этом На саму шпулю Итак Значит Я разматываю Ну скажем Три цвета То есть 30 метров Каждый цвет По 10 метров Вот И смотрю Сколько у меня Получилось На счетчике Какая цифра Стоит Ну скажем Она стоит Там 80 Да Все Я запомнил Что первая Риска Это 80 Чего 80 Не важно Повторюсь Вот Разматываю дальше Доходим до следующей Риски Вот Или допустим Опять же Там не до риски А 5 цветов Я разматываю То есть 50 метров Вот Или там Не риска А господи Риска Метка стоит На Если не мультиклора То я ставлю метки Вот До метки дохожу До второй Это 50 метров И смотрю Сколько показало Здесь у меня На счетчике Ну к примеру Скажем там 150 Вот Не важно Чего я повторюсь Все Я вся в голове Откладываю То есть да Там первая цифра Это столько Вторая цифра Это столько И уже в следующий раз Мне не нужно считать Не нужно считать Эти цвета Потому что на самом деле То есть считать Вот эти цвета На самом деле Довольно таки муторно Поэтому Я уже потом Смотрю Не по цветам А смотрю Просто в голове Запоминаю Допустим 50 метров Это такая цифра 30 метров Это такая цифра Чтобы вы поняли Ну я думаю Вы поняли О чем я говорю И все И потом По счетчику смотрю Не потому что Это метр или фут А потому что Мне нужны определенные цифры Которые я у себя В голове отметил Так вот Данная катушка Классная Рекомендую ее Она просто Бомбическая Но ее к сожалению Уже найти нигде нельзя Люди находят Праворуки А леворуки Уже найти нигде невозможно Причем Даже праворуки Находят не в России А где-то Или в Финляндии Или в Соединенных Штатах Ну короче Где-то не у нас За бугром скажем так Я вообще кстати поражаюсь Почему хорошие вещи Снимают с производства А какое-то говно Оставляют Может тут объяснить мне? Я бы понял бы Если бы компания Акума закрылась бы И перестала Выпускать свою продукцию Просто перестала существовать Тогда ответ был бы Ну такую Классную Катю Почему сняли с производства? Я не могу понять В этой катушке Только сплошные плюсы Никаких вот Минусов я найти не могу Итак Убираем ее в сторону Лезем в следующее отделение И достаем отсюда Еще один кулдватер Да друзья У меня их два И хотел бы еще взять третий Может что-то подарит Ну я думаю я уже все рассказал Поэтому я просто положу в сторону Вот Это у нас внутренности Скажем Данной кофры Она имеет перегородки Кофра или кофр Я даже не знаю Она это или он Вот Имеет перегородки Они на липучках такие Внутри стенки у кофра Такие как бы бархатистые Поэтому эти липучки цепляются у нее Ну перегородки на самом деле так А бы что Они такие как бы не очень Ну а нам в принципе Мощнее это не нужно Они в принципе Если даже и деформируются Уходят в сторону То нам даже это плюс То есть катушка их двигает А вторая допустим Как бы там поменьше размером Ну немножко пододвигается Скажем так То есть это не влияет Ну вниз я опять положил Вот был у меня паролончик И положил паролончик В другом у меня отделе нет паролончика Потому что я паролончика больше не нашел Можно конечно купить вообще и паролон На строительном рынке И все это дело выложить Можно как-то это все и усилить Наверное там может сейчас скажут Наверняка многие там Можно здесь как-то врезать И пластик сюда вставить какой-то Потому что он полегче будет Да все это можно сделать Ну я как я говорю Я рукожоп наверное Или лентярь Я даже не знаю Ну мне это лень короче делать И я не считаю это необходимым Так вот В данных кофрах В данных кофрах Я храню вот свои катушки Они очень классно сюда встают Драгна кстати неплохая джиговая катушка Рекомендую Она причем недорогая Вообще друзья Я могу вам рекомендовать все что есть у меня У меня плохого ничего нет Это у меня значит маленький кофр от Fisherman Сейчас я вам покажу большой Мельком Ну в принципе может быть и о катушках Я даже не помню что у меня там лежит Сейчас посмотрим что у меня там лежит О Здесь уже значит Тоже получается 3 отделения Но они уже будут более большие Как вы видите у меня даже сюда Вот одна катушка влезла Прям в этом В коробке Вот И здесь у меня уже катушек лежит Раз два три четыре Пять катушек Пять Ну сюда в принципе может влезть и шесть Если бы не вот эта вот Здоровая дурмашина Силовая катушка Опять же Для троллинга Или для ловли сама Это катушка Дайва Лекса У меня кстати часто спрашивают Какие у меня мультипликаторы С какой передаткой То есть вот это данная катушка С передаточным числом 5,5 Шимановские Кардифы 5,2 Акумовские я точно не помню Но тоже что-то 5 с лишним Данная катя тоже с счетчиком Очень мощная Я думаю что даже мощнее Чем Акуму Кудватор Единственное Она очень большая И держать ее конечно не так удобно Но вообще низкопрофильные катушки Вообще держать удобнее чем бочонки Мне вообще низкопрофильные Больше нравятся катушки Чем скажем Чем скажем бочонки Хотя начинал я в свое время Именно с бочонков Ну в том числе И вот с Кардифа 401 Данной катушки Уже практически 10 лет У данной катушки Есть одно слабое место Это вот этот колпачок Колпачок Это гайка Колпачок Значит Бегунка лескоукладателя Он иногда лопается И отваливается Это бывает от небрежного Скажем Или просто от долгого Уже обращения с катушкой Вот у Карвалиуса нет такой проблемы Кстати Карвалиус Он аналогичный Только у него допустим Шестеренка Значит фрикциона Она пластиковая Что-то там у него еще пластиковое То есть побольше пластиковых деталей А так в принципе катушка Карвалиус Она подешевле И она аналогична Кардифу Вот Ушел опять от темы Но суть значит в том Что в принципе Бочонками тоже удобно ловить Единственное Вот у низкопрофильных Мне очень нравятся вот эти силовые ручки Да Большие силовые ручки Которыми Ну и считаю Что быстрее ты выматываешь Вот Приманку Добычу Там Не знаю Там Рыбу Вот То есть приятнее работать С силовой ручкой Чем значит С ручкой Ну скажем Вот этой вот Двойной Кстати друзья Мы взял катушку Я уже в ВК Пост сделал Пока ее не тестировал Поэтому много о ней говорить не буду Если вот об этих катушках Во всех которых я вам показываю Могу рассказать Что да они проверены Я рекомендую Данную катушку пока рекомендовать я не могу Но визуально И по отзывам на Алиэкспрессе Катушка с Алиэкспресса От компании Пацифан Вот Мне в принципе все понравилось Данная катушка еще имеет магнитные тормоза Катушка продавалась с простой ручкой Я заказал себе значит силовую ручку Данная катушка стоит в районе 5000 рублей И если она будет классная Ну сгодится скажем так На замену Коудватору 354 Потому что повторюсь Коудватора 354 найти уже невозможно Ну вот Его просто нету То я был бы доволен Но Я говорю пока Сказать ничего не могу И рекомендовать ее не могу Я ее не тестировал Я даже на нее еще плетенку не намотал Многие кстати спрашивали у меня Из группы ВК Значит Сколько сюда влазит Я пока еще не намотал Я на эту катушку постараюсь сделать обзор Ну какой-то коротенький Немножко как бы ее поближе показать Рассказать И как раз намотаю сюда плетню Наверное 0.20 или 0.18 0.18 наверное попробую намотать Посмотрю короче Еще не решил Вот И скажу сколько сюда как раз влезет У этой катушки кстати передаточное число тоже 5 с чем Но у них есть еще более быстрые катушки С передаткой по-моему 7 с лишним У них два варианта таких катушек Кстати Итак друзья мои Давайте посмотрим что значит влезло еще значит в данный кофр Значит сюда я положил бюджетную катушку Скажем гостевую такую безнарционную От компании Кайда Средненькая такая Здесь у меня лежит по-моему опять от компании Dragon Я в том году Сейчас я Ой это здесь узел будет Я в том году значит Познакомился с данной компанией На выставке И мне понравилась их продукция Она причем довольно таки бюджетная Недорогая Но в то же время качественная Это уже силовая безнарционная катушка Скажем классом где-то 4000 Если по Шимано смотреть Сейчас кстати поговорят что Эта Дайва тоже перешла на такую же классификацию Как и у Шимано То есть теперь у них будет одинаково Раньше у них разнилось 4000 по-моему Дайва была больше чем Шимано 4000 Если меня память не изменяет Кстати друзья мои данная катушка Как левая рука может быть Так и правая рука может быть Ручка съемная и накручивается с двух сторон То есть если мы с одной стороны не накручиваем У нас есть колпачок С другой стороны колпачка нету Или колпачок мы накручиваем вот сюда И соответственно значит Вместо колпачка накручиваем ручку То есть это тоже кстати очень удобно Данная катушка довольно таки силовая И данную катушку я могу рекомендовать Для ловли джигом именно в Астраханской области Ну и не только Теперь про чехлы Вот такие чехлы С удавочкой Я рекомендую всем брать с собой на рыбалку Именно в лодку даже Вот Почему? Значит объясню Особенно в Астраханской области Где много песка Где сильный ветер Катушки чаще всего забиваются песком Подмосковья такого нету Скажем где-нибудь в Тверской области Такого нету Но Астраханская область Там Ростовская область Я не знаю В Ростовской области я особо так не был Но в Астраханской области Это просто бич какой-то Это просто беда Катушки умирают там моментально Вот Это кстати Очень хороший тест для катушек В Астраханской области Если катушки Особенно мульты Не умирают в Астраханской области Значит или хозяин у них отличный Или катушки просто превосходные Ничего вас не спасет Ни хозяин Ни качественные катушки Если мы не будем придерживаться определенных правил Первое правило Порыбачил катушку Катушка на спиннинге Все значит она стоит Мы убрали в чехол И катушка у нас в чехле Ну катушка сама на спиннинге Повторюсь все у нас оснащено Но закончив рыбалку Просто вечернюю рыбалку Утреннюю рыбалку Неважно Меняем мы спиннинг на другой Мы зачехляем катушку Таким образом Песок Он даже на воде Песок летит То есть с ветром Песок летит по всей речке И вроде бы Его меньше конечно Чем допустим Когда у нас лодка припаркована Стоит Особенно если На пляжу где-то Это сейчас отдельная тема То есть даже если мы Порыбачили Просто переезжаем С места на место Убрали в чехол Значит Катушка прослужит дольше А если мы все Закончили рыбалку И значит Мы уже припарковались Скажем Ну к нашей базе К нашему лагерю То по-любому Мы ее чехлим Если у нас даже Спиннинги лежат в лодке По-любому чехлим Потому что если ветер с берега Песок в лодку Все равно метет У меня в сумке Порой там Чистил-чистил Все равно песок То есть песка немеренно Вот А тем более Если мы допустим Забрали спиннинги наши Из лодки И понесли Их поставили к палаткам А не знаю К домику Там вообще точно Вот там все Там люди ходят Там песок подымается Постоянно Если ветер Все это летит По-любому Мы их чехлим Хранить желательно Спиннинги Ну оснащенные С катушками Их можно снять Значит Колено разобрать Резиночками скрепить Опять же Уже в оснащенном положении Просто укоротить их Ну так многие делают Не буду Распинаться сильно Так вот Хранить На ночью Там Или допустим Опять же Если мы не пользуемся Лучше в палатке Где песка меньше Многие ставят Стойки Такие Городят Там Красивые Там выкладывают Свою батарею Из спиннингов Это хорошо Все Это все хорошо Но если дождь Или ветер С песком Ваши катушки Придут в негодность После этой же рыбалки Но максимум Прослужат еще две рыбалки И если вы их не почистите Вы их ушатаете Они умрут И на моих глазах У моих знакомых У моих подписчиков Многие катушки Умирали Через сезон Через два Также катушки Нельзя бросать Допустим Вот вы рыбу поймали Спиннинг с катушкой Многие раз Кинули На берег А берег Он все равно песчаный Как ни крути Особенно Мы сейчас говорим Про Сараханскую область Неважно Грязь Вода Особенно песок Это все убивает катушки Поэтому поймали вы рыбу У вас должна стоять стоечка Вы спиннинг поставили Так обогатили на стоечку Или хотя бы на веточку Не знаю Но не бросайте Это в песок Тогда у вас катушки Прослужат дольше Вот такие чехольчики Их можно сшить Кстати самому Попросить Маму Жену Сестру Она вам сошьет Или такие вот С некоторыми катушками Уже продаются Вот Значит Дальше Вот Кстати Дошли мы До Магды Про Тоже многие Спрашивали Про Магды Про Значит Почему я ими Не пользуюсь Но иногда Их рекомендую Ну во вторых Я не люблю Пользоваться Бюджетными вещами То есть Бюджетная вещь Не приносит мне удовольствия Я вообще Как бы Сторонник того Что живешь один раз И лучше Как говорится Поднакопить И взять себе Ну вот вы видите Да у меня И Дайва Лекса Там И Драгоновские На другом деле Драгоновские Хорошо Не очень там Дорогие Шимановские Катушки Начинал я Сонора Таких катушек Если вы погуглите Уже Нету Их просто В продаже Давно уже нету То есть Даже начинал Я все равно С бюджет С нормальных катушек Ну Есть у меня Бюджетные Типа Кайты Типа Магды Да Про Но это больше Сейчас объясню Для чего Я так называю Гостевые Катушки Когда допустим Приезжают друзья Там Или допустим Вот сейчас У меня сын опять же Подрос Он уже от этих Гостевых катушек Уходит А раньше Он начинал у меня Именно вот С дешманских катушек Потому что Чтобы он их не ушатал Жена начинала рыбалку Я ей давал Как бы На первой рыбалке Дешевые катушки Чтобы посмотреть Как она ловит Как она выматывает Не просто лебедкой А что выкачивает Все как грамотно Если делает Она у меня пересаживалась Как говорится На нормальные снасти Вот Или гостевые Допустим Люди приезжают У меня Значит Заказывают гидоуслуги Я им даю Вот Или просто У кого-то сломалась Ну хочешь Бери Вот Вариант Кайды Пожалуйста Свою катушку Я никогда не дам Никому чужому Вот Я тебе помогу Пожалуйста Без вариантов Вот Или имей свои Две катушки Запасные Так вот Значит Magda Pro Хорошая Рабочая лошадка Рабочая лошадка Но Что меня в ней бесит Вот это Постоянный Какой-то Звук Такое ощущение Что постоянно Трещотка стоит Или Когда ты Вот это Постоянно Выматываешь Нет С этим Конечно Привыкаешь Но Я Допустим Со стороны Я не привыкаю Вот Кто У меня Кто-то Из напарников Если крутит Эта крень У меня Если честно Уже вымораживает Похожий Звук Есть и у Пеновских катушек Базаров Тоже ловил На свою Пеновскую катушку Она меня Выбешивала Порой иногда Просто Триндец Звук Этот Постоянный И Ход Сам ход Ручки Сам ход Если сравнить Вот Magda Pro И вы возьмете Скажем Ну После Magda Pro Возьмете Shimano Cardiff Да Ну это Пипец Вообще И катушка На самом деле Довольно-таки Быстро Крутит Единицы К ней Приноровиться Надо Из-за того Что она Ручка Коротенькая И она Двусторонняя С силовыми Проще крутить А здесь Ну вот у меня Есть видео Старое Особенно Где я ловил На Shimano Cardiff Вы можете Посмотреть Как я довольно-таки Быстро Выматываю Но это Шикардос Тихо Спокойно И вот это Рано утром Тишина Меня Меня это Пугает Особенно Когда тихо Вокруг А ты Щетка Вот так Магда От Акумы У них У всех Сломался Лескоукладыватель Он просто Клинил Или справа Или слева И лескоукладыватель Не работал Вот у одной модели У нас Перед тем Как мы перешли На Магда Про Мы взяли Более дешевую Там значит Сначала И у отца И у сына Было Все они сломались Все Вот все Буквально Три или две Катушки Они все сломались С одним Тем же дефектом Вот Даже не знаю По-моему Ту катушку Оставили Опять она По-моему Производится А вот эту Нормальную катушку Опять сняли С производства Но вместо нее Вышла сейчас Акума Какая-то Классик Не помню точно Название Я опять же Только вот В руках держал Сейчас Если фотку найду То вставлю Вот В видео Вот Такая вот Как бы Бюджетная катушка С определенными Своими Ручка Крутится Так Знаете Как вот На швейной Машинке Тяжело И с этим шумом По сравнению С Кулдватором Или Шимана Кардифом Или Дайва Лекса Это конечно Жигуленочек Такой Запорожец Вот Но рабочее В принципе Пользоваться ей можно Многие ребята Я не хочу никого обидеть Многие довольны Этими катушками Потому что Я говорю Перешли наверное В свое время Или только у них Первая эта катушка Повторюсь Я говорю Для первой катушки Это конечно Бомбическая вещь Просто бомбическая Вот Я помню в свое время Когда я взял Первую свою Первый Свой мультипликатор Это у меня был Сальма 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 У меня иногда Светится где-то Уже кстати Развалилась И в этом сезоне Я ее утопил Это была Как раз Где Базарова Я заставил Падать в речку Долго об этом Кстати Я думал Не именно Базарова утопить Долго думал Долго думал Это у меня сценарий В голове ходил Как допустим Мне сделать Такую красивую Ну заставку Такую Не заставку А Начало фильма То есть Как будто Сама качаешь Потом падаешь Хотел сам падать Но Базаров Говорит Да я буду падать Ты будешь снимать Вот И вот Короче Там катушку Я ее утопил Вот Мы ее достали Все там Крокодил был оснащен Чтобы там Хорошие спиннинги Не ломать Не портить И катушку Чтобы хорошую Не топить Чтобы потом Не отдавать Я как раз У комплекта Свой там Крокодил Там брал Крокодил Расскажу потом Отдельно Для чего я брал Не для рыбалки Вот Сальминская катушка Все Я поставил точку Потому что Она у меня Подвела При последнем Моем квачении Я не смог Достать сама Я просто Не смог Достать сама К сожалению В видео Это не вошло Но Значит Был Пойман усом Катушка Меня подвела И мне Просто пришлось Пришлось Просто обрезать Плетню Потому что Катушка Не могла Вымотать Ни шагу То есть Все Она сдохла Но я ей Очень много лет Я лет 20 Наверное И я ее Наверное И не смазывал Ни разу Не знаю Что там Повредилось у нее Вот Так вот В свое время Я данной катушке Очень был Очень Очень был Рад Прям пипец Как очень был Рад Это мне Даже не помню Сколько было лет Вот Очень старая катушка Там Цельно металлическая Все у нее металлическая По-моему Все вообще Вот Ну что-то Я говорю Сдохла Она Ну ладно Вот Так вот Я говорю В общем Этим Акуму Акуму Магды Вот эти вот Там Классик Там Я не знаю Про Про 20 Найдете Берите Потому что Я вот себе тоже взял Знал что Пользоваться не буду Вот у меня У сына есть А это моя Взял себе Просто как гостевую Допустим Кому-то дать Да Вот И просто знал Что ее сняли С производства Катушка Довольно-таки Неплохая Думаю Пусть будет Вот За небольшие деньги Я себе взял Передаточное число Кстати тоже 5 5.1 Вот В основном Все мои катушки Повторюсь Мультипликаторная С передаткой 5.1 Кто-то спрашивал Вот Но если Вот Не хочу никого обидеть Но если вы После этой катушки Возьмете Кудватер Дайву Лекс Шимано Карвалиус Или Кардив Вы просто Пищать будете Вы скажете Блин Я потратил свое время На этот хлам Единственное Вот С Кардивом Кто переходит на Кардив С силовых ручек Ну скажем С Магды Про Там Вот Немного Неудобно Крутить Ну потому что Особенно когда быстро Мы начинаем крутить Она нормальная Она силовая Она классная катушка Она самов меня подымала Там на 30 На 40 килограмм Вот С этим проблем нету То есть она Не рухнет Многие сейчас скажут Да Илья Да можно и на спине На катушку Там такого плана Поднять сама Можно Но катушки Умирают после такого Как правило Или вы будете выматывать Да нет Они умрут Точно у вас Точно умрут Даже сазана Когда вот с такими катушками Ловят Они говорят Да мы не думали Что такое попадется Там они вот На кормушку сидят Вот или с такой Или чуть побольше Там не знаю С трехтысячником И катушки После хорошего сазана После дикого Да Они дохнут у них Вот я даже помогал Некоторым рыбакам Это подымать Потому что у них катушка Все там уже Вот Она все Она сдохла Шестеренки там Повылетали Подшипники Поумирали И все остальное Поэтому для каждой рыбалки Нужна своя катушка Не нужно портить Свои джиговые катушки Для рыбалки троллингом Вот Если вы любите Свои катушки Вы должны иметь их Вот как у меня Много разных Запасные должны быть Для джига Не одна А две Три Для лайтовой ловли Хотя бы две катушки Для троллинга Хотя бы две А то и Можно три Четыре катушки иметь Потому что Объясню почему Порой два спиннинга С собой возим Да Очень удобно На одном спиннинге Держать Ну это опять же Конечно Это уже буржуазией Попахивает Но все равно Как бы С двумя спиннингами Удобнее рыбачить На одном Плетенка потоньше На другом потолще На одного Поменьше На другом побольше Рыбацкое время Короткое И менять все это Дело очень долго Вот поэтому Да и запасные Лишними они не будут Так Теперь у меня Опять от компании Пацифан Так ее никто На воде не увидел Но я ей ловил Вот Это Все время хочется Назвать ее Диптандр Это катушка Пацифан Тандр Я взял ее Все время Запасной шпулькой Вот Брал ее Для троллинга Но Катушка классная Но не для троллинга А если для троллинга Вот такие маленькие Черепашки Вы берете То тогда Сразу Или прощайтесь Тоже с ними Ну не так быстро Конечно Как Скажем С безрационными катушками Но Для силового Для тяжелого Для хэви троллинга Значит Для хэви джига Для хэви троллинга Такие катушки Маленькие Для течения Они не подойдут Потому что Я говорю Представляете Упористый воблер Халка Представляете Такую катушку Плюс еще течение Катушка Прямо на пределе Работает Просто даже Выматываю воблер Поэтому нет Или допустим Для маленьких приманок Можно на ахту Белловить Используя маленькие приманки Ловить по кустам Три с половиной Там пять метров Что-то такое Такие какие-то небольшие Шестятые Пятидесятые Вот Там Шестьдесят пятые Ну семьдесятые Грубо там Приманки Но никак не Сто двадцать пятые Не сто пятидесятые Вот Опять же Приманки Приманки рознь Но я говорю Про упористые приманки Вот Так вот А так Вообще Данная катушка Я и бросал То есть У меня Из бросковых Черепашек Из кастинговых Мультов Всего На сегодняшний момент Сколько Две или три Начинал я Скайдовской Не помню Как модель называется Взял себе Ну хорошо Или с дуру Не знаю Две Где-то я их тоже Показывал Сейчас у меня Их под рукой Нету Вот Ну Или может Они там лежат Сейчас посмотрим В другом У меня еще одна Сумка есть С катушками Представляете Так вот Значит Взял я с дуру Или не Или к счастью Одна катушка Была обракованная И я ее возил В ремонт Так мне не отремонтировали То есть Она нормально Она бросает Хорошо вроде бы Все Вот Но при нагрузке Когда судака Грубо я ловлю Ну Хорошая попадается При нагрузке Какие-то щелчки Это подбешивает Она вроде пока работает Крутится Но я думаю Что она вот-вот сдохнет А вторая работает нормально То есть Вот с одной Мне не повезло И после этого Я грубо заказал Себе на пробу Чуть помощнее Чуть побольше Это вот эту катушку Тандр От Пацифан Мне она очень понравилась Она рабочая Но опять же Ее сняли с производства Это не реклама Ничего Почему я сейчас Пользуюсь Пацифан Ну Я на самом деле На Алиэкспресс Наблюдаю две фирмы Которые нормальные Это Кастинг и Пацифан Вот На Кастинг еще не ловил Но отзывы читаю Наблюдаю Слежу за ними Скажем так Тоже мне нравится А вот Таких силовых Больших катушек Для троллинга Кстати вот Для сравнения Да Посмотреть Ну По размеру Не знаю Передает или не передает Она конечно Не в два раза больше Тандера Но в полтора Наверное точно Она чуть меньше Значит вот это вот Алиджу Или Алиджу Или Элиджу Вот Она чуть Чуть меньше Кудватера 3054 Ну для троллинга Горяна самое оно То есть она вот Чуть больше Этой черепашки Бросковой Кастинг Но опять же Для троллинга Тоже можно использовать Я попробовал Мне не понравилось Она на пределе работает Жалко катушка Она сдохнет А вот это Я думаю нормально будет Но опять же Я ее пока Не тестил Поэтому рекомендовать Прям не рекомендую пока Ну как бы Не то что не рекомендую Нет не берите А имеется На свой страх и риск Я пока за нее не в ответе Так ладно Потом это все сложу Вот Вот такие кофры Вот Они очень удобные Вообще тема у меня Про кофры зашла А что-то я больше Про катушки Вот Кофры значит Очень Вот эти мне очень понравились Пошиты Очень классно Имеют ручку Имеют ручку Да Что еще Молния добротная Прямо вот одну рукой закрываю И она закрывается И вообще не парюсь Да То есть качественно сделана Ну повторюсь Крышки мягкие Дно тоже у катушки мягкое Но стенки Стенки Я не знаю Там алюминий Металл Ну что-то Я думаю не пластик Материал Очень Ну как вот Тубусы Если у кого тубусы есть Кстати спиннинги Рекомендую держать Тоже в специальных Оборудованных тубусах Или сами Делайте из кондиционных труб Или покупайте Опять же у компании Фишерман тубусы есть У Акватик есть Не важно у кого Вы возьмете Там у разных Других какие-то есть Фирмы У меня кстати Там тоже разные Есть тубусы И тубусов у меня Более двух десятков Наверное Потому что Объясню почему Потому что я просто так Спиннинги у меня не стоят Ну совсем дешманские Опять же если вот Какие-то просто Дешманские-дешманские Там донки какие-то такие Когда иногда хочется Просто вот Говорится Хернее позаниматься Вот А все хорошие палки У меня лежат в тубусах И хранятся Допустим джиговые Лайтовые Тролинговые Там Самовие Карповые Все как бы разбито Я прямо беру И еду И наслаждаюсь В перевозке Опять же В перевозке Незаменимая вещь Тубусы Спиннинги У вас всегда будет Целостная сохранность Опять же Многие мои товарищи Многие знакомые Многие подписчики Переломали очень много Колец Вершинок Особенно колец Вот друзья мои Это сумка От Акватик Она уже большая Здесь значит у меня Да вот Коробка из-под катушки Почему так сказать Пустая Вот Здесь у меня опять же Кардив 300 Ой 300 401 Здесь у меня Значит Вот Кстати Кайдовская катушка Которая сломалась У ней Значит Была сломана Вот Педальку нажимаешь И она Не переключалась Обратно Ну Вроде бы Отремонтировал Хотя Не уверен Что это надолго Хватит Потому что Ремонтировал сам Как говорится А я еще Тот рукожок Вот Но Пока вроде работает Хочу попробовать Вот так вообще Бочонок Очень мне понравился Это друзья мои Вот такой Кайдовский бочонок Маленький Аккуратненький Очень Блин Вот он мне Вот просто Очень нравится Офигенный Но Больше у Кайды Такие катушки Я почему-то Найти не могу Но повторюсь Вот эта педалька Я нажимал ее И она Просто обратно Не поднималась Она у меня Умерла На первой рыбалке Ну вот Вроде бы Приехал Отремонтировал Вроде бы работает Опять же Если кто-то с руками То наверное Даже дешманские катушки Вы можете как-то Отреставрировать Сделать Переделать И они у вас будут Классные Ручки из Эва В принципе Тепленькие Удобненькие Не знаю Сколько они Так прослужат У такой катушки Кстати Опять же У Кайды Я взял Вот такой чехольчик Очень удобно Кстати Очень удобно Но единственное Такой чехольчик Не защищает От песка Вот эти вот Все вот Детали Лучше Конечно Мешочек Вот Тоже ее попробую Потестирую Ну И потом расскажу вам Выжила она Или не выжила Но смысла я не вижу Потому что я не вижу Вообще Как говорится Ее в продаже Вот он Маленький Кайдовский Мульт Он наверное В два раза Меньше Грома Да Вот Гром От Пацифан А вот Кайдовский Этот Кайдовский Мульт Модель Платио Кто-то умудряется Даже вот На такого Размера Мультипликаторы Значит Треллинговать А вот Рядом Значит Да Это Этот От Пацифан Большой Который С силовой Ручкой Вот Такой Мультипликатор Им я бросал Бросал Кстати Как вы видите Монофил У меня здесь был Намотан Пробовал на Монофил Ловить Но Данный Мультипликатор Вот так Вот крутишь Вроде нормально В магазин Придешь Все Отлично Все Зашибись Но как Он начинает Получать Какую-то Нагрузку То есть Для Превываживания Иногда Не всегда Какой-то Идет Ну Щелчок Я же даже Не помню Что Но это Меня Подбешивало И я Я перестал На него Ловить Дальше Друзья Мои Это Легендарная Риоби Заубер У катушек Опять же Риоби Очень много Хороших Моделей Катушки Бюджетные В принципе Такие Народные Скажем так Опять же У кого-то Они Служат Долго Кому-то Возможно Не везет И они Служат Не долго Вот У данных Катушек Есть Беда Одна Вот видите Вот я там Вот она Положу туда Прокладочку Специальную Вот Такого Плана Это я сделал Для того Чтобы Не болталась Вот здесь Ручка И вот Такая Прокладка Меня спасла Но Значит Положив Такую Прокладку Соответственно Чтобы Не потерять Теперь Ручку Не Я не Сворачиваю А чтобы Не сворачивать Ручку Мне нужна Именно Вот такая Сумка Ну Или Кофр Куда Я кладу Свою Катушку Именно В Собранном Состоянии Все Она лежит Никому Значит Не мешает И Ее Никто Тут Не повредит Теперь Я вам Обещал Рассказать О Плюсах И О Минусах Ну Значит Про Минус Давайте Я скажу Так Что Вот Данная Сумка Она Просто Мягкая Она Да Имеет Ну Какие-то Уплотнители На стенках Но По сути Своей Она Мягкая То есть Ее Можно Придавить И Если Катушки Там Как-то Лежат Неудачно Они Могут Поломаться Это Минус Но Плюс Значит У данной Сумки Есть Всякие Кармашки Где Я Храню И Вожу С собой Разнообразные Плетенки Да Также Есть Здесь Кармашки Я думаю Что Можно Поватки Положить Какие-то Ну Я не знаю Что-то Можно Сюда Положить Данная Сумка Имеет Уже Ручку И Ее Можно Носить Вот Так Хотя Я особо Не знаю Что Ее Брать С собой На рыбалку То есть Брать Сумку Для Ловли Сумку Для Приманок И Брать Еще Сумку Для Катушек Отдельно Если Только Для Переезда Куда-то Допустим Если Мы Едем За Границу Куда-то Наверное Ну То есть Вот Это Да Лишним Не будет Но Она По сути Не нужна Вот А Плюсы У этих Кофр Это То Что Вот Они Жесткие Бокам И Если Мы Их Ставим Грубо Да То Их Уже Не Раздавить То есть Ну Катушки Защищены Уже Намного Лучше Есть Ручка Для Переноса Вот Они Компактные Да То есть В отличие Данной Сумки Данные Кофры Компактные Их Можно Несколько Да Взять Но Их Зато Можно Разместить Во всякие Небольшие Какие-то Ниши Где у нас Багажники Осталось Мы их Кладем В отличие Вот От этой Громодской Но Здесь Полноценная По сути Сумка Кому Это Нравится Сумки Я Больше Как-то Склонен К этим Кофрам Компании Фишер Хотя Каждому Своё Вот Так Друзья Мои Вот Такое Кино Сегодня У меня Получилось Про Кофры Про Катушки Про Сумки Для Катушек Как Перевозить Их Что Нужно Делать А Что Не Нужно Делать Всё Друзья Мои Всем Рыбацкой И жизненной Удачи Всех Блаку Рыбацкой Рыбацкой Рыбацкой